За полгода так называемой специальной военной операции Россия потеряла по меньшей мере 900 элитных военных специалистов, пилотов, десантников, морпехов, спецназовцев, на подготовку которых ушли многие годы и потрачены миллионы долларов. Такие данные опубликовали журналисты западных изданий, изучив сотни некрологов, ведомости о похоронах военнослужащих и опросив западных и российских экспертов. Насколько существенны эти потери для армии РФ? И как это повлияет на ход боевых действий? Разбираемся в этом видео. Общевоисковые подразделения российской армии оказались не готовыми к штурмовым действиям, поэтому вместо обычной пехоты в атаку приходилось отправлять спецназ, морпехов и десантников, то есть элиту войск РФ. В результате многие из этой элиты погибли на поле боя. BBC установила гибель 151 бойца спецназа главного управления разведки РФ. Почти каждый четвертый из них офицер, и это только то, что удалось узнать из открытых источников. На самом деле цифры IT гораздо выше. Журналисты также изучили некрологи на погибших российских солдат. И выяснили, в них упоминаются как минимум 30 бойцов 22-й гвардейской бригады спецназа. Среди них 4 командира роты. Это при том, что в этой бригаде как раз и есть 4 роты спецназа. Очень похожая ситуация и с другими бригадами российского спецназа. Везде журналисты и волонтеры выявляли много погибших. Все эти потери намного более болезненны для российской армии, чем гибель рядовых бойцов. Например, гранатометчика можно обучить за несколько недель. С бойцом спецназа так не получится. Это специалисты, которые готовят десятки лет, на самом деле. Можно, конечно, какие-то ускоренные курсы подготовки командиров рот, бригад устроить. Но это все будет как бы фикция. То есть чистая формальность юридическая, чтобы написали бумажку. Поэтому я считаю, что потери высококлассных специалистов в России уже достигли критического уровня. И восполнить их в ближайшее время невозможно. У России очень мало обученной качественной пехоты, говорят военные эксперты. Зачастую это пушечное мясо, которое не способно штурмовать важные военные объекты. Командирам приходится пускать в бой элитных разведчиков из ГУР. Например, волонтеры нашли данные о майоре главного управления разведки Андрея Кунакове. В некрологии указано, что он погиб в Мариуполе при зачистке улицы. Обычно такие задания поручают подразделениям второго эшелона. Здесь же бросили бойца элитных войск. Крайне нежелательные потери среди этих людей. Российская армия использует войска специального назначения, десант и прочих специалистов, как линейную пехоту, как раз именно из-за нехватки людей. На территории Украины погибли и многие бойцы Центра специального назначения ФСБ, в том числе при проведении операции на оккупированных территориях, особенно в Херсоне. Известно о гибели подполковника управления специальных операций ФСБ Николая Горбани. А камчатские СМИ сообщили о гибели подполковника спецназа ФСБ Сергея Привалова. Большие потери у российских войск и среди десантников. Они составляют пятую часть всех идентифицированных военнослужащих РФ, погибших в Украине. Самый сильный разгром нанесли 331-му гвардейскому полку ВДВ из Костромы. Это было самое сильное подразделение армии РФ. И там только официально признано более 80 погибших, в том числе командир полка и еще 20 офицеров. В серьезной потере понес и 247-й гвардейский полк ВДВ из Севастополя. За 6 месяцев боевых действий в Украине он потерял 63 человека, включая командира полка и не менее 12 других офицеров. Вдушно-десантные войска. Некоторые части прекратили существование практически, утратили свои способности. Для того, чтобы их восполнить, нужно набирать людей и проходить с ними повторный курс обучения. Я думаю, что раньше десны о каком-то серьезном пополнении воздушно-десантных войск говорить им не приходится. Среди морской пехоты наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. Там погибли по меньшей мере 56 человек, включая двух командиров бригады. Но самая большая проблема у российской армии с военными пилотами. По подсчетам BBC, их на войне в Украине погибло 67, и это непоправимые потери. Это и правда элита любой армии, специалисты, которые выпускаются единицами. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать и до 17 лет, и стоить около 14 миллионов долларов. С начала полномасштабного вторжения вооруженные силы Украины уничтожили 234 самолета и 205 вертолетов. Из-за таких потерь качество военных летчиков АРФ постоянно ухудшается. Восполнить уже невозможно, то есть идет, конечно, обучение сейчас, но те потери, которые они понесли в первые дни, то есть это, в принципе, сотни, опять же, если брать вертолетчиков и пилотов истребительной, ударной авиации, то это сотни, опять же, это очень много. Теперь России приходится набирать пилотов по принципу, кто согласится, берут уже и тех, кому за 60. Мы уже сейчас видим о том, что они используют пилотов-пенсионеров, да? Припоминаем, что вот буквально летом был сбит пилот генерал-майор, который летал на Су-25, фактически он был представителем частной военной компании. Потеря олитных военных специалистов, спецназовцев, десантников, морских пехотинцев, пилотов окончательно разрушает миф о России, как о второй армии мира. И РФ все больше делает ставку не на качество, а на количество. Набора каких-то криминальных элементов или людей, которые там имеют проблемы с законом, проблемы с кредитами и так далее, но это все, это мясо. Это мясо, которое превращается быстро в убитых русских солдат. А специалистов больше не будет. То есть их можно пытаться готовить, но я думаю, что очень важный момент является морально-психологическое состояние и желающих идти на убой. Особенно, вот я думаю, после месяца двух осенней кампании, которая будет очень и очень активная со стороны Украины, очень мало будет желающих пойти просто на смерть. Чем больше будет развиваться такая тенденция, тем хуже дела будут обстоять у российской армии. И цифра, которую наводит BBC о смерти около 900 ценных военных специалистов, на самом деле очень занижена. Ведь тут речь идет лишь о тех, информацию о которых удалось раздобыть. А в большинстве случаев все эти смерти тщательно скрываются. То есть, если наши сейчас зарубежные коллеги думают, что там погибло тысячу специалистов, я думаю, цифра намного больше. Тем временем, тысячи украинских солдат сейчас обучаются в западных странах воевать по стандартам НАТО. И очень скоро они будут использовать полученные навыки на фронте. Нам очень важно знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите в комментариях. А если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok